Добрый день, меня зовут Тихонов Алексей, я представляю группу общественных организаций «Эффективный властник и муниципальная энергия» и наш проект «Тепло воркуа». У нас экспертная группа, которая обладает практически полным доступом на сегодняшний день ко всем данным на депортивных домах города Киеве. Известен факт, что в советское время в Украине было построено очень много типовых домов, типовых серий домов. Все из них обладают одной и той же характеристикой. Они не энергоэффективны, они потребляют очень много энергии и их очень дорого содержать, особенно в зимний период, особенно с повышением цен, который у нас сегодня настигли. Следующий факт довольно известный. Люди не любят экономить энергию, но люди очень любят экономить деньги. Наш проект – это сайт, это мобильное приложение, которое путем сравнения энергопотребления и типовых серий домов, и других домов через жадность, через зависть будет сначала мотивировать, а потом будет заставлять людей модернизировать свои дома для того, чтобы экономить. Сейчас мы покажем то, что мы смогли сделать за Хакатон. У нас есть Google-карт, там используем Google-карт для этого. У нас есть реальные данные, мы выбрали выбор, пусть 5 реальных домов. В зависимости от цвета изображаются эффективные дома, в искусстве, где не очень эффективные. При клинике у нас появляется папчик, который показывает палок на скейт, поживая цейки. Вот красный цвет обосвечивается, значит, он очень эффективный, нет у него счетчика. Также показывает типовая серия, по которой можно будет кликнуть и ассоцировать его адрес. И можно додать в сравнение. Когда если кто-то выдаешь дому в сравнение, у нас будет появляться вот такое модальное окно, его не успели за выходные купить. И в зависимости от того, как показалось адреса, одинаковая серия, что внедрено, какие счетчики или не счетчики, и экономия за сезон, где сколько используется, кто сколько платит. То есть видно, что, например, мой сосед платит 5.57, а у меня в доме 9.20. Это тот же квадратный метр. Это очень явно эффективно и дорого. На данный момент сегодня мы путем общения с депутатами, путем общения с Департаментом Международной Инфраструктуры города Киева, мы получили данные полностью о всем потреблении в городе Киеве во всем домам за два года. За 14-15, за 13-14. То есть эти данные у нас уже есть в электронном виде. У нас есть договоренность, что Киевэнерго будет нам выгружать через ГИОЦ, эти данные регулярно, если мы сможем реализовать это в виде сайта. Теперь немножко данных. В городике 12,5 тысяч домов. Из них 73% домов – это дома типовой застройки. Это около 9 тысяч домов, в которых живут около 3 миллионов людей. То есть это наши потенциальные потребители, те, кто будут заходить на сайт и пользоваться этой информацией. Для того, чтобы оценить объем рынка, нужно умножить 9 тысяч домов. На среднюю стоимость энергомодернизации дома – это 8 миллионов гривен. 72 миллиарда для того, чтобы энергомодернизировать только один город Киев и только в типовых домах. Люди не способны сами самостоятельно, на сегодняшний день это сделать. Это не способно сделать государство, это не способно сделать даже муниципалитет. Но вместе, путем использования государственной программы кредитования, путем муниципальных программ софинансирования, это можно сделать. Единственное, что на сегодняшний день это останавливает людей – это мотивация. То есть на сегодняшний день люди не хотят в этом участвовать самостоятельно, потому что у них мало информации о том, что это индуст. Мы хотим монетизировать в будущем наш сайт путем сотрудничества с компаниями основными, которые производят энергоэффективное оборудование. То есть это компания «Кентель», например, это песочные смеси для утепления фасадов. Это «Вива» насосы, «Века» и «Хау» – это окна, симптомы, расчетчики, анфасы, индивидуальные тепловые пункты. На нашем сайте будет в будущем собрана информация. Опять же, мы договорились с городом, что нам предоставили всю информацию ЖЭКи наши муниципальные о базе показаний потребления, базе типовых проектов, базе параметров типовых домов. И мы хотим также там накопить успешные примеры. Спасибо. Время. Вы ответите, пожалуйста, на мой любимый вопрос. Что вам эвакуационная программа может дать? На данный момент у нас уже есть практически все доступы к данным. У нас есть почти сформированная команда, когда мне придут. В нашей команде участвует Саша Ефремов, тот, который для Киевсмарсити разрабатывал службу 1551 и разрабатывал петиции. Нам не хватает только в основном финансирования. То есть инкубационная программа вам не нужна? Вам нужен инвестор? Нет, нам нужен инвестор, раз, просто вы понимаете, я не айтишник, я не знаю, как это реализовать именно в IT-решении. Я знаю, как это должно выглядеть. Я являюсь тем коммуникатором, который собирает данные в городе Киеве. Я советник заступника мэра киевского. На данный момент у нас очень плотный, хороший контакт с руководством города. Мы данные этим можем получить. Плюс много данных у нас будет в бумажном виде. То есть наш проект связан с тем, что нам надо из бумажного вида перевести его в электроны и открыть его людям. Вопрос. There seems to be proliferation of a lot of these energy efficiency applications. There were several competitors in the room. My question is, how is your solution different and better than, let's say, what was presented earlier? Смотрите, то, что я сказал ранее. У нас есть доступ к информации, вот то, что говорили ребята, которые у нас выступали по поводу того, что они будут брать каким-то таким способом, да, промахнуть его энергии, данные или что-то еще. То есть мы смогли с ними договориться. То есть у нас есть прямой доступ к данным. На данный момент, чтобы было понятно, я 9 месяцев потратил на уговоры и его энергия, и его дата, для того, чтобы они выгрузили этот объем данных. Они ссылались на все, что только можно, вплоть до коммерческой тайны. Мы смогли уговорить, они нам дали доступ. То есть это ключевое первое наше отличие, да. И плюс мы очень интересны стали городу, когда презентовали данный проект. Город сказал, что они хотят модернизировать его из энергопотребления, паспортизацию всех домов города в Киеве. Один раз ее заполнив, она станет, то есть он как памятник будет стоять в Киеве. И потом ничего не нужно менять. То есть это информация как для города, так и для жильцов. Спасибо. Больше вопросов нет. Спасибо большое. Следующий вопрос. Сергей Ефимов. Есть еще какие-то команды, кого вдруг мы забыли? Все, отлично. Сергей, тогда она вовремя.